друзья всем привет сегодня решила еще раз расставить точки над и над последним своим видео о грунте со жмыхом дело в том что этот ролик вызвал массу эмоций как положительных так и отрицательных кто-то согласился кто-то пишет благодарные комментарии кто-то пишет что я ввожу людей в заблуждение что жмых ни в коем случае нельзя в квартирных условиях добавлять в грунт в общем давайте сегодня побеседуем на эту тему немножко не знаю будет видно или не будет видно потому что сейчас мои все суккуленты находятся в полной тени вот здесь у меня такая вот своеобразная притянка это комплект постельного белья у которых у дочки на втором курсе погрызла ее комнатная крыса которая сбежала у нее и вот этот комплект лежал у нее просто ей его как бы и выкинуть жалко было я и говорю катя не выбрасывай привези мне на тряпки его ну в общем три года он пролежал и вот успешно после пятого курса после окончания моей дочери медицинского вуза в общем приехал этот комплект сюда и очень даже пригодился друзья вот третья часть теплицы практически накрыта этим бокле комплектом но без наволочек естественно вот тут дальше тоже старые бабушкины пододеяльники пошли в ход вот там еще тюль с авдеповских времен тоже бабушкина ничего не выбрасывайте друзья вот такие наши мамы и бабушки запасливые вот кто бы знал что это тюль с этикеткой новейшая с этикеткой там еще старинный этикетка вот кстати вот просвечивается вон она долежит долежала верней не знаю сколько на лет лежала может быть лет 40 она лежала и вот она нашла свое применение в общем так у меня сейчас тут затенено друзья если бы не притянка то суккуленты бы все давным-давно погибли потому что вот жара адская в теплице сейчас 36 градусов видите ой дышать нечем просто нечем на улицу вообще не выйти пекло невозможное дел очень много сил нет потому что жара сжирает все силы ну ладно в общем возвращаемся и начинаем опять видео про грунт со жмыхом видно хоть там что-нибудь будет или нет ну может быть буду на улицу выносить показывать потому что по-другому никак друзья ой жмых у меня тут лежит друзья пахнет невероятно в общем вот он герой нашего романа герой нашей повести кинофильма как хотите так и называйте вот так выглядит жмых давайте на улицу уйдем может быть там лучше будет видно так в общем вот так он выглядит вот смотрите ой куда смотреть-то ну съемщик из меня отличный кто-то говорит что у меня голова кружится от вашей съемки у меня в основную кружится друзья ну как умею так снимаю но кому не нравится кого раздражает по-другому не умею вот смотрите какая структура этого жмыха запах просто подсолнечный обалденный я не знаю прожаренный он или не прожаренный у меня спрашивали какой это жмых какой покупать есть обычно есть из прожаренных семечек без понятия друзья но пахнет наверное все-таки прожаренным потому что очень душистый вот жареными семечками пахнет вот такая структура у этого жмыха он достаточно маслянистый в жмыхе содержится до 10 процентов масел поэтому имейте это в виду когда добавляете этот компонент свой грунт сейчас будем говорить когда можно добавлять когда нельзя вот он такой знаете есть прям мелко дробленый а есть вот такие кусочки большие то есть если они попадаются вам их конечно же нужно либо пальцами раздавливать но пальцами опять в мелкую стружку не получится кофемолку мне кажется нажим их жалко вот ну кому не жалко мне жалко кому не жалко можете в кофемолке можно просто толкушкой он кстати легко разбивается но пальцами неудобно и больновато пальцы и до мелкой фракции все равно пальцами будет очень долго вот а так взял толкушку какую-нибудь потолок и он нормально рассыпется это просто спрессованный видимо вот от стенок в той емкости в которой прессовали и вот от стенок потом отдирали они он видите вот тут даже вот с одной стороны гладкий с другой вот такой ну как и любое вещество которое прилипает к стенкам вот он видите даже прям блестит на с этой стороны шершавый в общем так он выглядит этот жмых недавно я покупала ходила тот у меня закончился который коты раскидали я покупала заскочила просто как голубым по европам ехала на велосипеде мимо этого магазина думаю дай куплю мне там надо скуленты пересаживать в общем чтобы оно было вот но уже немножечко я отсюда брала два пакета купила у нас он стоит вот в этом в магазине кормов 37 рублей килограмм он расфасован по пакетам по килограмму но по килограмму расфасован и вот такой пакет 37 рублей ну тут даже пшеничка попадается пшеничка это потом в грунте прорастет а потом удивляемся откуда у нас горох растет на горох у меня тоже растет от того что горох из прикормки коты тоже все там у меня вместе стоит эти прикормки и грунты в сарае все это в одном месте и вот попадает ну вот друзья короче жмых тут у меня вот кофеечек смотрите видите какая у меня кружка как тусиная так вот лопить ужасно хочется не знаешь чем жажду утолить но кофе конечно не утолит но кофе люблю в общем состав жмыха достаточно такой обширный по компонентам здесь очень большое количество микроэлементов в жмыхе находится здесь и калий и кальций и марганец и бор в общем практически вся таблица менделеева и глюкоза и витамины группы b наверное весь перечень витаминов b от b1 наверное до b12 и витамин а ну чем не знаю не могу точно вам сказать состав но состав его как вот он же используется естественно не для суккулентов а его добавляют в кормовые прикормки для скотины и для птицы и это очень очень полезный компонент для животных ну и я мы соответственно вот попробовали для растений поэтому друзья естественно жмых вот девушка написала не вводите в заблуждение новичков потому что вот не помню как точно там очень длинный комментарий кто хочет почитать зайдите посмотрите не знаю будет у меня время вставлять или не будет скрины вставлять вот в это видео с тех комментариев просто зайдите почитайте комментарии к предыдущему видео в общем девушку написала не вводите людей в заблуждение у всех во всех условиях должны быть разные составляющие для грунта потому что как она написала грунт для теплиц конечно же вот жмых можно может прокатить в грунте для для теплиц потому что там условия приближены к уличным вот здесь я прям поспорю поспорю в теплицам сейчас в теплицах друзья растением значительно хуже нежели растением под лампами вот точно потому что температура сейчас теплица под притянкой это с учетом того что у меня открыта вот эта стенка но не у всех теплица такие есть теплицы у которых открыты просто форточки вот просто форточки даже если там несколько форточек все равно это меньше чем открыто вот это полностью одна сторона и полностью открыты две двери поэтому здесь вот в этой теплице здесь конечно же проветривание лучше и температура здесь ниже если брать во внимание вот все другие теплицы это вот сейчас 35 было 36 но в общем я его переложила на другую сторону сейчас посмотрим концу ролика сколько будет но где-то ну сейчас просто солнышко спряталась и ветерок продул и видимо на градус упала но 35 друзья вот 35 если уже 37 38 горшки сейчас вот особенно те которые потому что стенки вот эти все равно теплые вот я сегодня проверяла надо поливать а как вот поливать я сейчас берусь за него листья теплые не сказать что горячие но теплые листья давайте вот сюда мы с ней выйдем вот она уже вялая как тряпочка это хиберия шантили айсминт варигатная вот грунт там сухой при сухой как пыль листья уже все упали они даже не держатся просто вот не хватает влаги этому растению но как поливать не знаю вот сейчас полью сейчас жара опять нарисована на ближайшие там три-четыре дня опять невыносимая боюсь что сварится в комнатных же условиях такого друзья нет вот поэтому если как девушка сказала грунт со жмыхом более влагоемких и он подходит для теплиц я вам скажу что нет как раз для теплиц подходит вот именно таких теплиц как в которых нет вентиляции в которых нет кондиционеров охлаждения в которые вот закупоренные до нельзя вот в таких теплицах конечно же растения просто выживают и потеря суккулентов то есть выпад суккулентов намного больше нежели выпад на полках потому что здесь просто суккуленты варятся не от того что тут какой-то там супер-пупер грунтом плохой или хороший нет просто вот эта дикая температура ее выдерживает не каждый суккулент и наоборот в таком жирном грунте с добавлением органических составляющих в таком жирном грунте в теплицам теплицах суккулентом я считаю гораздо хуже нежели им будет под лампами что касается вот девушка еще написала что опять продолжаю тот же комментарий она написала то что для квартирных условий такой грунт не подходит друзья я сажала где этот горшок то хоть где он весь этот горшок вот я его сюда поставила 1 на 2 не буду вынимать я эти суккуленты все пересаживала где-то в январе сажала я их детками в ноябре потом они чуть-чуть подросли под лампами и я их рассаживала и вот тогда я делал эксперимент то есть январь февраль март апрель то есть четыре месяца эти растения находились под лампами ничто там не запрела никакой грунтом не запрел и до сих пор он не запрел и изначально когда я сажала суккуленты именно в этот грунт со жмыхом никто там плесенью не обзавелся и все с ними было хорошо просто здесь нужно знать норму не нужно а он дешевый 37 рублей килограмм а куплю-ка я три пакета и пересажу все свои суккуленты в жмых конечно же нет друзья вот смотрите я кто-то написал мне тоже ирина напишите пожалуйста примерно снимите видео про пропорции как добавлять жмых ну вопрос конечно же верный снимать видео я отдельно не буду потому что ну покажу и все что там видео в общем вот друзья я намешала смотрите куда же нам это все поставить и вот так нам снять вот смотрите состав моего грунта приблизительно сейчас ходила друзья за линейкой сейчас про линейку еще несколько слов скажу сейчас мы с вами дойдем быстро кто-то просил показать мой сад но смотреть тут шибко не на что у нас прошел град ой это был ужас ладно про град потом в общем принесла линейку друзья вот сейчас у меня белые горшки все закончились вот таких каких сидят суккуленты новые я не заказывала если не кстати посчитала посмотрела у кого-то какой-то то ли фотографии то ли где же нам не попалась то ли в телеграм то ли еще где-то в общем горшочки горшочки такие обычные глиняные круглые и вот у девушки сидят эти все растения но там несколько штук на фотографии есть они сидят все коричневых глиняных не глазурованных горшках но обычные такие не особо дорогие они на рублей где-то 200 этот горшок стоит вот я посчитала друзья думаю да красиво смотрится глиняная посуда не глазурованная суккуленты в нем в них растут хорошо в таких горшках материал структура сама пористая дышащие то есть вот самое то что нужно для суккулента в частности думаю так сколько же у меня ну примерно где-то 400 растений у меня есть ну наверное есть да я так думаю что есть 400 горшков у меня есть с учетом того что у меня еще вот здесь вот ну тут конечно же продажные но мои тут тоже есть которые надо посадить которые не пересаженные вот и одним словом 400 горшков примерно может быть 500 но я брала 400 400 горшков умножить на 200 рублей мне нужно 80 тысяч друзья чтобы заменить горшки всем своим суккулентом и поэтому я подумала что не нафиг пусть они сидят у меня лучше вот в таких кстати кому нужны вот такие горшки друзья вот не знаю какие они тут сейчас мы его замерим вот здесь где-то ну восемь с половиной сантиметров диаметр этого горшка высота ну высота где-то семь с половиной потому что он от нолика там еще где-то сантиметр в общем 8 на 7 одним словом вот такой горшок вот на такой горшок я насыпала на глаз ну приблизительно я уже знаю как чего мешать вот на такой горшок я насыпала составляющие которые влезут именно в этот горшок вот смотрите это грунт просто я брала здесь использованный грунт не использовались мне я его никак еще в пакете не перетащусь куда у меня там все в квартире в сарай это вот использованный грунт ну вы берете не использованный кто хочет использованы я кстати использованы тоже беру если в нем суккуленд ров нормально если там очень много разрыхлителей корни вынимаю грунт опять этот же добавляю но не весь конечно добавлю мешаю с неиспользованным добавляю песок и вот он жмых вот смотрите процентное соотношение половина грунта торфянова половина песка и вот такое соотношение процентов жмыха если он стоит 37 рублей килограмм это не значит что нужно пол кило и кидать и сыпать в грунт немножко потому что это очень сильное минеральное вещество ну не вещество добавка которая содержит себе очень большое количество различных витаминов и микроэлементов то есть зная то что мы с вами выращиваем не аллоказии то что мы с вами выращиваем не папоротники не дефенбахии не кротоны ни какие-то фикусы бенджаминов и т.д. и т.п. мы должны помнить всегда что мы выращиваем суккуленты которые на 90 процентов состоят из воды которые у которых среда обитания пустыни и какие-то засушливые мексиканские либо африканские участки то есть они выходцы из жарких стран оттуда где нет ни чернозема не естественно жмыха не вот такой рыхлой торфяной земли там песок какая-то красная глина еще чего-то в общем обедненный при обедненной почвы и учитывая все это естественно на гром с горшком жмыха нужно положить совсем немножко ну можно даже чуть побольше чем вот здесь но я думаю вот этого количества вот на такой горшок 7 на 8 будет достаточно но если горшок вот как у меня квадратные вот эти коричневые тут 9 на 9 и высота по моему них 10 ну немножечко побольше добавить вот вот такое соотношение компонентов в моем грунте на на дно дренаж из пенопласта где-то вот 40 примерно вот сейчас будет 40 процентов земли торфяной это торфяная земля песка песок крупнозернистый не мелкий можно даже еще крупнее аквариумный но это не аквариумный это карьерный песок но он тоже не мелкий потому что речной еще мельче речной вообще как пыль и вот такое ну сколько здесь наверное 50 граммовая рюмочка наверное будет здесь может быть грамм 60 максимум может быть нет 70 не будет грамм 60 здесь будет жмыха вот в таком процентном соотношении мешайте не помню эта девушка или другая девушка написала что привела в сравнение что вот георгий арестов выращивает у него большая теплица у него там растения сидят в 30 сантиметровых горшках да я видела в больших горшках и они у него такие большие жирные не потому что он добавляет жмыха потому что у него там добавлено в составе глины друзья я добавляла в состав глину георгий арестов давным-давно еще говорил что он добавляет глину я наверное лет может быть 5 или 4 года где-то назад тоже надыбала себе глины и добавляла в свои суккуленты ну и что я вам скажу никакого прям супер такого аховского роста от тех суккулентов не было абсолютно не было дело в том что ну я не знаю в каком процентном соотношении георгия глина но я думаю что тоже где-то процентов может быть 30 ну максимум может быть 40 не в чистую глину но их сажает но даже если в чистую глину вот кто просто знает что такое глина и знает как растут на глине обычные растения ну не суккулентные а просто растения в природе растут на глине я вам скажу что они не очень хорошо растут на глине у нас здесь недалеко карьер у меня до что далеко ходить у меня вот там вот когда я копала вот там разбивала себе вот эту вот горку здесь я все выкапывала все эти камни выкорчевывала и вот на том конце туда вот где розовая растет эхинацея вот там даже за эхинацеей там очень ну скажем так практически глинистая земля дальше туда я посадила там как раз к забору посадила туда кустарник и вот я его перекапывала он был ну я ему там корни обрубила он очень старый был в общем что-то там от него осталось остальное все засохло но молодые побеги друзья которые растут именно на глине вот их просто отсюда сейчас не видно вот те молодые побеги они завтра вот второй год пошел как я посадил уже вот прошлой весной я сажала в прошлом году практически не развиваются и они желтые то есть им если они желтые видно что их нужно подкармливать им не хватает каких-то микроэлементов возможно возможно калия возможно может быть цинка может быть меди не хватает ну в общем что-то там не так а дело в том что там глинистая почва поэтому если мы добавляем глину в свои суккуленты это не значит что они у вас сразу будут расти их нужно будет сажать в тридцати сантиметровое кашпо нет проверено это просто проверено я когда посмотрела этот ролик давным-давно георгий снимал по моему мешал он там в какой-то в большой бадье я уже не помню этот ролик его в общем я тоже решила добавить свои суккуленты глину мы ведь как с вами а он сделала и надо мне она сделала и мне надо ну я проэкспериментировала сейчас я глину не добавляю потому что но не вижу я смысла ее добавлять нет от нее ни пользы ни вреда ничего я не оспариваю чужое мнение это просто мое мнение друзья хотите соглашайтесь хотите не соглашайтесь не значит то что я вот сейчас сниму ролик а ирина сказала значит надо так делать нет друзья включаем голову сопоставляем факты кому-то если что-то кого-то не устраивает если кто-то думает что вот тот же как его зовут да господи жмых тот же жмых он приводит почву к плесневению хотя я этого не заметила ну опять тут процентное соотношение если насыпать 50 процентов жмыха вот в этот горшок и 50 процентов жирной вот этой земли и чуть-чуть песочка естественно попрет плесень потому что там просто переизбыток будет вот этих органических веществ естественно попрет плесень поэтому нужно обязательно знать норму вот случае с моим жмыхом вернее с моим экспериментом вот с этим горшком из другим тоже в котором растут суккуленты в грунт со жмыхом и плесени здесь как я уже говорила нет друзья но здесь я считаю что жмыха здесь в этом горшке перебор несмотря на то что эти суккуленты находятся в теплице это сейчас вот ну несколько там может быть пару недель у меня вот она сейчас притянена а так притянки то что тут не было и они росли можно сказать на открытом воздухе они стояли именно вот все детки вот эти они у меня стоят на проветриваемом месте там где гуляет воздух солнце здесь до обеда прямое постоянное когда не была затонирована ну если это можно назвать тонировкой туда когда не была затонирована крыша здесь солнца вполне хватало но несмотря на все это дело они все зеленые и седумы вот эти грабтоседума франческо балди посмотрите они тянутся то есть они опережают свой рост то есть вот этого быть не должно с суккулентами им просто настолько хорошо и комфортно что они блин они растут как не знаю как елки такого быть не должно они жирные они массивные они огромные это конечно хорошо но дело в том что они тянутся а почему они тянутся потому что там слишком много органики вот я перебрала но опять это же был эксперимент вот теперь я знаю что много жмыха тоже плохо поэтому во всем нужно знать меру а у нас если жмых дешевый жмыха много значит надо сыпать много если есть песка пол камаза значит его надо весь вбухать и они потом вообще нифига не будут расти в общем вот на своих ошибках дурак на чужих учится то есть наоборот умный на чужих а дурак вот типа меня на своих но все равно это очень интересно друзья все равно вот эти все эксперименты это свои эксперименты личные это через это ты проходишь ты уже знаешь точно что вот вот этот факт и можешь оспорить с этим фактом ты можешь согласиться да друзья еще что хотела сказать уходя от темы со жмыхом но все равно не оставляя органическую тему в покое когда вы добавляете в общем для чего до подведем итог сначала грунт со жмыхом в общем грунт со жмыхом очень хорош но я уже в прошлом ролике это говорила грунт со жмыхом хорош для пеньков которые вы сажаете для того чтобы эти пни дали у вас нормальное хорошее потомство вот для пней он хорош был потому что я уже повторяюсь я посажала свои пни и здесь больше процент не земли а именно песка вот он весь рыжий этот грунт он желтый потому что вот там один песок в песке они нифига не растут они растут они хорошенькие маленькие жирненькие но как бы они рост остановлен но они не погибают вот так будет правильно также этот грунт хорош для деток чтобы разогнать детку довести ее до определенного состояния но когда детка достигнет там четыре к пяти сантиметров естественно нужно эти детки пересаживать потому что вот что мы видим видите они прут они жирные они мордастые им уже не хватает места они лезут одна на другую вот выживает сильнейший вот эти прям первенство заняли ведь они уже возвышаются над всеми но это опять зависит от вида суккулентов естественно их уже нужно пересаживать поэтому в таком садике держать вот когда вот до такого объема достиг этот садик жмыхе естественно нельзя ну оптимально будет 4 сантиметра и все 4 сантиметра и дальше мы их пересаживаем постоянно в грунте со жмыхом нельзя держать я считаю что также грунт со жмыхом очень зайдет капустам но опять опять нужно сажать не в 50 процентов жмых а именно добавлять ну так щепоточку если взять на ладонь я просто знаю что в видео всегда смотрится все больше в видео на фотографиях у меня рука не маленькая друзья но вот вот такое количество жмыха достаточно будет на горшок чтобы посадить капусту чтоб она у вас перла приперла но не забывайте что чем меньше жмыха тем рост будет меньше вот так даже будет наверное более оптимально просто как добавку то есть этот килограмм у вас жмыха он вам хватит там я не знаю насколько горшков наверное на 100 точно просто разогнать то капусту ее не сложно когда она пойдет наберет рост и будет активно нарастать естественно у нее появятся кудри листья это эти будут как самолеты большие такие жирные здоровые очень хорошо проявляется варегатность на таких листах но опять нужно знать куда ее потом ставить вот уходя от грунта со жмыхом но опять возвращаясь к нашим баранам что мне опять и еще хочется сказать что если вы допустим сажаете вот я начала с этого и забыл и опять возвращаюсь вспомнила когда вы сажаете и добавляете суккуленты в землю даже не жмых а просто садовую землю помните что садовая земля это тоже органическая составляющая и садовая земля точно также действует на рост суккулентов то есть суккулент начинает активно расти не сразу там через месяц через два он начинает набирать силу роста и потом уже когда он разгоняется его уже не остановишь вот что и случилось с моими вот этими суккулентами я не знаю друзья вот у меня их несколько штук и еще наверное две таких штуки у меня будет целая полка им наверное уже до 30 литровый горшок надо будет вот я его сейчас опять возьму в нем уже сантиметров 20 это айсминт вот ее сейчас возьму ну вот достала 4 лошадки это их верия пауль баньян варигатная это айсминт варигант варигатная шантили это шантили розы rainbow зеленая на сейчас никак не розы никак не rainbow просто вот зеленая призеленая а это crimson tight и все эти растения где-то наверное сантиметров под 20 от листа до листа это наверное даже больше айсминт сейчас я померю телефона ну да сантиметр 22 где-то вот во всех вот в этих грунтах добавлена земля чернозем не в большом количестве так ну вот точно такую же пригоршню где-то я сыпала как я вам сейчас показывала прям не не кулак чтобы сжат а что чтобы вот просто поместилась на ладошке и вот смотрите какой результат ну знаете мне вот этот результат нравится потому что растения раскрылись в таком грунте что не скажешь что не скажешь о других растениях вот точно такой же комментарий был что жирный грунт не влияет на кудрявость влияет и еще как влияет друзья влияет вот если даже взять мои осенние видео и сравнить вот этот рост растений вернее вид растений с тем который был вот в прошлом октябре допустим когда я их пересаживала когда у них грунт был намного жирней вот эти растения у меня два выгорел они немножко разные когда это сейчас они просто однолитие а так они у них окрас разных это как же его зовут в общем это два канкана какой из них по моим вот этот рыжий у меня он обозначен канкан рыжий а вот этот канкан розовый но немножечко у них и сейчас даже окрас различается в общем я покупала два канкана один в итоге получился с рожеватым оттенком когда вырос другой с розовым где кудри нет кудрей абсолютно нет кудрей так кого же еще вам показать который должен быть супер-пупер кудрявым и которая нифига не хочет кудрявится ой да кого не возьми так это кто у нас это альта мэй ну то альта мэй тоже она кудрявая она должна быть кудрявая здесь грунт беднейший просто беднейший она ярко-красная и все то есть никаких признаков в этой альта мэй не наблюдается вот разваригаченная шавиана курли там у нее один единственный лист остался он варигатный остальное все утратилось это неустойчивый вид но сама по себе на все равно неплохая но тоже кудрей нет видите макушки листья жирные толстые компактные но кудрей вот этих вот извилистых листьев нет потому что нет веществ в почве от которой она будет кудрявится но и кого не возьми дальше вот это счета взять кого показать кто должен прям быть супер кудрявым и нифига не кудрявится но горгон скрота тоже вот бородавки есть но листья фактически такие же как у файр лайта то есть они все одноликие стандартные признаки растений у них не проявляются в таком грунте вот блузка и у меня я уже повторяюсь тоже прошлом видео говорил у меня было видео когда я у девушки купила то растение которое которое она купила у меня это было корейское растение девушка его купил и потом по моему через год я его купила как то так вот у нас произошло вот и она мне писала что ирина вот я брала растение у вас она должна быть то есть она приходила ко мне кудрявый в моем грунте она сажала ее по моему в личузу она вот стала вот такой я ее это растение в общем я себе захотела такое и вспомнила что я его продавал это растение и я у нее его купила она мне его прислала оно было вообще вот такие листья абсолютно без извилин я посадила его в жирный грунт и она там спустя некоторое время начало кудряется прям листья такие именно капустные стали волнистые обалденные вот сейчас кудри эти вот остались в прошлом видите вот нижние листики кудрявые и чем выше листим он просто ровнее ровней если сейчас ее пересадить в грунт в жирный то естественно она будет набирать кудри поэтому я считаю что жирный грунт это залог кудрей у капуст но опять здесь нужно помнить об объемах которые в которые превращаются наши скуленты а вот еще отличный пример нашла друзья вот эхиверия зора похож она на зора кто знает как выглядит зора вот в вот это раз розетка красная ну сейчас не особо красная но краснеющая красная и все и вот зора которая росла в другом грунте почувствуйте разницу да как она не вот теперь поспорьте что грунт не влияет на кудри ой друзья все что-то я заболталась солнышко села прям даже в кайф смотрю 34 минуты наверное все таки сад я вам свой не покажу потому что слишком долгое будет видео наверное я сад сниму отдельным видео хотя это не точно вот сейчас есть время и больше времени не будет не очень много дел ну может быть сниму минут на 15 на 20 не знаю вот так друзья а вот еще вот еще капуста тоже с добавлением грунта вот тоже была компакт ненькая грунт с землей здесь здесь нет как его зовут тоже мыха но здесь чернозем я помню ее сажала зимой это 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 растение пересаживала и земли у меня тут грунта вообще не было и думаю где же его взять и пошла в теплицу и в теплице наковыряла земли потому что все было услано снегом и только в теплице была черная земля я ее наковыряла и добавила в грунт ну вот видите это полидово-регатная вот такие крылья самолета то есть она растет очень хорошо растет и вот здесь можно наблюдать варигатность в жирном грунте я думаю даже варигатность меньше будет теряться но не знают мое предположение у кого были какие-то может быть примеры может быть опровержение моей версии что в жирном грунте не теряется варигатность напишите девочки просто до всего доходим сами истину выводим не знаю я считаю не надо держать свои секреты в себе но кто-то мне один человек написал срочно удали это видео ну срочно удали это видео сейчас все кинутся сажать и у них будут обалденные суккуленты друзья но это же хорошо что у всех будут обалденные суккуленты вот конечно была шутка от девушки которая ну просто я еще знаете вспомнила по аналогии в этом году когда были заморозки а заморозки были наверное во многих регионах вот у нас были заморозки до минус 7 в мае там по моему 6 9 мая в общем там через два дня были очень сильные морозы и вот я пришла покупать саженцы то ли яблони я покупала ну в общем короче пришла розы брала яблони и вот женщина рассказывала продавец рассказывала я просто смотрела рассматривала сорта растений которые мне нужны она там разговаривал с другой но я просто случайно услышала этот разговор она говорит однако ко мне говорит женщина подходит и говорит ой вы представляете ну у меня мороз все убил но одно радует и она говорит я думала сейчас ну одно радый ну хуже вот это целом но одно радует у всех все убил у не одной меня ну в общем друзья вот так На этой веселой нотке Заканчиваю свое дерганное видео Всем спасибо за просмотр Всем крепких, жирных, здоровых растений Всем мира, здоровья, добра Пока-пока